Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы Российской Федерации присоединяется к нашему эфиру. Игорь Александрович, здравствуйте. 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 Смотрели мы этот сюжет пристально. Конечно, страшные вещи творятся. Смарт-часы за убитого отца, букет цветов, торт за убитого мужа. Шапку с символикой. Да, и обязательно об этом все делаются эти сюжеты и поставлены уже на поток. Что вы думаете об этом все? Самое страшное в этих кадрах, это, конечно, улыбки жен. Такие радостные. Понимаете, тут какая история? Это люди, которые привыкли угождать начальству. То есть, вот спустилось начальство с небес. Оно, как известно, на другой планете живет. А тут вдруг спустилось на эту грязную, грешную землю, где живут эти семьи, семьи убийц. Вот. И, значит, при виде этого начальства, вот они расплываются в улыбках. В ответ на то, что за непонятно за что погибшего мужа, сына, брата, значит, дается там постельное белье или еще какая-нибудь ерунда. Ну, это чудовищно. Это, на самом деле, кадры, которые стоит сохранять. Это важно. Это хорошо, что это документируется. Одно могу сказать. Это вот такая вот лето-песяда, в котором находится моя страна. Игорь Александрович, вы знаете, мы сегодня говорили об итогах, дипломатических итогах этой недели, о бронетанковом Ронштайне, решении Германии передать Украине леопарды. Все это осталось не... Было замечено в России распропагандистами. Была настоящая истерика на федеральных каналах. И многие ожидали, а что же в ответ? Что могут предпринять кремлевские власти? На поле боя очевидно, что ничего, но вот в ответ традиционно посыпались какие-то странные безумные указы. Один из последних звучит так, что защита института брака, как союза мужчины и женщины. Вы, в частности, говорили и назвали это «раздача населению шапочек из фольги». Скажите, это так неизбежно, вернее, пытаются отвлечь от неизбежного поражения? Как считаете, сработает ли? Ну, на самом деле, что там будет, поражение или победа, это российскому населению расскажет телевизор. Телевизор объяснит, что на самом деле, поскольку Россия воевала с НАТО, то тот факт, что Россия уцелела, осталось. А, в общем, понятно, что никто Россию завоевывать не собирается, никто оккупировать не собирается, никто на Москву идти не собирается. Поэтому тут, но здесь же будет сказано, что хотели, хотели уничтожить Россию, не получилось. И вот эта вот победа, отстояли Родину, отстояли Россию. Это в любом случае будет сказано, и будет сказано, что продолжаем войну. Причем тут что важно, Путин, если он останется у власти, я уже много раз говорил о возможных, в том числе и в беседах с вами, о возможных вариантах завершения этой войны. Возможен вариант, что Путин останется, в этом случае война не прекратится. Она будет просто переместиться на границу, российско-украинскую границу 1991 года. Но, что касается, ну и другой вариант, это сползание в смуту, это, в общем, уже превращение войны империалистической в войну мафиозную. Это уже будет внутри России, Украину тоже не будет касаться. Но, если отвечать прямо на ваш вопрос, то да, безусловно, пропаганда будет работать, и она объяснит. Какая-то часть, сужающаяся часть, пропаганда меньше действует, меньше людей на нее клюют, но по-прежнему действует, по-прежнему значительная часть людей чувствует себя комфортно, не давая себе труда сомневаться в том, что говорит государственный телевизор. Вот, понимаете, эта женщина, вот вы показывали, я все-таки отталкиваюсь от этих потрясающих кадров, которые вы показали, вот эти женщины, которые с улыбкой реагируют на визит людоедов, которые послали их мужей на фронт, непонятно за что убивать и умирать, вот они улыбаются. Почему? Потому что, если войти в конфликт с властью, то это обречь себя на очень некомфортное существование. Это выход из зоны очень своеобразного такого комфорта. Ну, какой там комфорт, да, мы видели, в каких условиях эти люди живут, и мы прекрасно знаем, в каких условиях. Но это такой комфорт, понимаете, комфорт жизни, там, без туалета в доме, но в то же время это вот такой вот своеобразный очень комфорт в болоте, в теплом, в теплом, ну, не очень теплом, потому что холодно сейчас, но, тем не менее, это привычно. А поссориться с властью – это выйти на совершенно другой уровень жизни. Это страшно. Игорь Александрович, давайте поговорим еще о неких сорок. Сейчас широко обсуждается то, что глава ЧВК Вагнер Пригожин пригласил Стрелкова на руководящую должность в одной из своих штурмовых подразделений. Стрелков вроде как даже согласился рассмотреть это предложение, хотя до этого Стрелков заявлял, что Пригожина нельзя пускать в публичное пространство из-за его бэкграунда уголовника и прислуги. Как считаете, что там сейчас действительно происходит? Это все равно больше похоже на какие-то разборки. Например, Институт изучения войны назвал этот конфликт, цитата, «новой областью конкуренции между русскими националистическими группами за политическое влияние в Российской Федерации». Согласны с этим или нет? Извините за невольную улыбку. Как же далеки эти люди от российских реалий. Ну, хорошо. Значит, смотрите, мне это больше напоминает, вот там всякие в глянцевых журналах есть какие-то ссоры между звездами эстрады, разводы, скандалы, разделы имущества и так далее. Это все называется одним словом – пиар. То есть, понимаете, какое влияние имеет сейчас господин Гиркин? Гиркин – это совершенно комедийная фигура уже давно, хотя он, конечно, международный преступник, он осужден Грагским судом, потому что он, безусловно, убийца, у него руки по локоть в крови, но сейчас он не имеет никакого влияния, значит, он фигура достаточно комедийная уже. Хотя он сейчас выступает против Путина открыто, значит, против власти. Ни на какой фронт его, конечно, не пошлют, ни при каких обстоятельствах, это совершенно очевидно, по одной всем очевидной причине. Потому что Гиркин является не только преступником, не только подсудимым, но и свидетелем. И я не помню, сколько там за него. 100 тысяч долларов, да, и Нидерланды готовы еще заплатить за передачу. Да, то есть, ну, в общем, понимаете, как только он попадает на фронт, то его тут же аккуратно упаковывают и сдают, значит, украинской стороне, тут же, мгновенно, потому что, ну, хорошая прибавка, согласитесь. Вот если люди сейчас за комплект постельного белья готовы своего сына обменять, то уж за 100 тысяч долларов, ну, простите, это же совсем сумасшедшая сумма. Его, конечно, тут же сдадут. А почему нельзя его отправлять на фронт? Потому что он свидетель. Он человек разговорчивый, хорошо говорит, и он будет давать показания. Он будет давать показания на тех людей, которые дали команду, вот этот бук самый перевести через границу российско-украинскую. А команду эта ниточка поведет в Кремль непосредственно к Владимиру Владимировичу Путину, потому что все эти четверо подсудимых, которые были под судом, и трое из них были осуждены. Это, конечно, не те люди, которые организовывали это убийство, значит, уничтожение. Вот всю эту трагедию с молодейским Боингом, да, они причастны к этому, но не они главные организаторы. А ниточка ведет в Кремль. Вот и Стрелков, Гиркин, вернее, он, безусловно, свидетель, который может дать показания. Поэтому, конечно, его никто не отправит на фронт, это совершенно очевидно. Вот, ну а что касается вот этой вот демонстративной склоки Стрелков, вернее, Гиркин-Пригожин, то это пиар. Пригожин великолепный мастер пиара, он обладает самой эффективной медиакомпанией в России. Вот вся эта фабрика троллей, так сказать, все медийное хозяйство Пригожина, это наиболее эффективная, так сказать, структура в России. И количество упоминаний в российской прессе, оно просто зашкаливает. Поэтому я думаю, что здесь можно говорить о том, что на самом деле, так сказать, Пригожин просто пользуется случаем, потому что Гиркин известная фигура. Да, он комедийный, но он очень известная фигура. И скандал Гиркин-Пригожин, это очень выгодно. Игорь Александрович, а для чего сейчас Пригожина? Он боится, что его фигура исчезнет и померкнет? Нет, ну до этого очень далеко. Но, понимаете, здесь же он сейчас наращивает свой капитал, наращивает свой политический капитал. Вот он-то как раз действительно обладает серьезным капиталом влияния, помимо финансовым капиталом. Ну, понимаете, человек, который получил в свое полное распоряжение Центральную Африканскую Республику со всеми ее алмазами, это человек не бедный, мягко говоря. Человек, который имеет возможность, ну вот наверняка в ваших эфирах фигурировали вот эти вот события, которые связаны с фантастическим, совершенно чудесным освобождением уголовников, в центре которого стоит Пригожин. По его указанию Путин подписывает секретные тайные приказы. То есть фантастическим влиянием пользуется уголовник со стажем. Вот, поэтому ему, конечно, вот такое влияние, известность, публичность. Он, на самом деле, он смотрит сквозь Путина уже за плечо Путина, за период, так сказать, когда Путина не будет. Он готовится к серьезному разделу России после Путина. Игорь Александрович, вы упомянули Центрально-Африканскую республику. Накануне Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило, наконец-то, частную военную компанию Вагнера транснациональной преступной организации. Как вы вообще в целом оцениваете это решение? Что оно может изменить и как может повлиять на всю деятельность Пригожина? Ну, строго говоря, вот само по себе это решение особенно никак не может повлиять. Но последствия, логические последствия этого решения могут. Значит, я просто хочу сказать, что замечательное решение в свое время принял один из предшественников Байдена, очень тоже такой мягкий и интеллигентный демократ, Барак Обама, который отдал приказ уничтожить значит, главаря преступной группировки Аль-Каида Усаму Бен Ладена. Была спецоперация «Копье Нептуна» этого главаря преступной организации. Она была... Аль-Каида была признана преступной тоже организацией. Его уничтожили. И я думаю, что в принципе, вот шагом... Потому что Соединенные Штаты Америки – это же правовое государство. Они не могут просто так чего-то там организовывать. Тем более такие вещи, как уничтожение преступника. Они должны сначала объявить его преступником. Но в данном случае это сделано. Так что я, честно говоря, думаю, что... Я сейчас не говорю о том, что это будет. Но, по крайней мере, для этого созданы условия. Для того, чтобы просто принять решение о уничтожении этого человека, который действительно опасен. Этот человек совершил массу преступлений в Африке, массу преступлений в Сирии, на Ближнем Востоке, огромное количество преступлений в Украине. Кроме всего прочего, это абсолютно незаконная деятельность даже по российскому законодательству. Потому что по российскому законодательству ЧВК является незаконным вооруженным формированием. И даже по российскому законодательству этот человек должен сидеть в тюрьме. Поэтому то, что признали это преступная организация, это может иметь впоследствии. Я не утверждаю, что такое решение примет Байден. Но предпосылки для этого есть. Кстати говоря, решение о признании России террористической страной террористом, оно тоже может способствовать некоторым действиям в отношении руководства России. Кто у нас сегодня террорист номер один вместо Усама Бен Ладена, знает. Все прекрасно знают. Поэтому я думаю, что... Я сомневаюсь, конечно, что Байден примет такое решение, сделать какое-нибудь копье. Я уж не знаю, кого там, Нептуна или Зевса, кого уж он там выберет. Но, в принципе, это было бы логично. Игорь Александрович, спасибо вам большое за ваше время, за ваши комментарии. Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы Российской Федерации, был с нами в эфире «Фридема». Благодарим вас. До свидания.